Я приветствую вас на моём канале. 28 мая, 15 мая по старому стилю отмечается Пахома в день, или Тёплый Пахом, Пахом Бакогрей. Согласно церковному календарю, в эту дату вспоминают преподобных Пахомия Великого и Пахомия Нерехского. В простонародье, по традиции народного календаря, 28 мая отмечают Пахома Тёплого, или Бакогрея, потому что сегодняшний день обычно по-летнему жаркий. Сегодня по церковному календарю Пахома в день. Сейчас святого Пахома, который был язычником. Но когда пришло христианство, он одним из первых принял веру в Бога и Христа. Сегодня очень много хороших примет. Можно сегодня вернуть молодость и красоту. Но есть одна плохая примета. Можно потерять близкого человека навсегда. Приметы на 28 мая помогут этого избежать. В первую очередь сегодня наблюдают за погодой. И если на Пахома тепло, то холодов больше не предвидится. Лето пришло. А еще сегодня прилетают последние ласточки. Эти птицы считаются посланниками Господа и приносят на своих крыльях счастье. Приметы на 28 мая говорят, что если ласточка свела гнездо под крышей дома, то это очень хороший знак. Значит, все обитатели будут счастливы, а дом никогда не сгорит и не разрушится. Его не ограбят и не повредят. Также считается, что если женщина сегодня увидит первую ласточку, то ей нужно умыться молоком. Это принесет ей молодость и красоту. Но самое главное то, что в этот день существует большой риск потерять любимого и близкого человека навсегда. Сегодня нельзя расставаться с людьми, нельзя прощаться. Раз попрощаешься, больше никогда не поприветствуешь. Поэтому желательно не говорить слов прощания сегодня. И даже не расставаться на короткое время, не отправляться в командировки, путешествия и поездки. Иначе это может быть последняя встреча с близким человеком. По традиции в этот день обязательно досеивали последнюю пшеницу, а также лен и огурцы для засолки. Считалось, что они обычно вырастают крепкими и хрустящими. Рыбаки на Пахома 28 мая шли на промысел с уверенностью, что с пустыми руками не вернутся. В этот день рыба сама плыла в сети и клевала. Однако бывало и так, что рыбак долго сидел без результата. На этот случай имелась примета. Нужно было поменяться с соседом наживкой, припасенной для рыбки, и она тут же попадалась на удочку. У стариков в Пахома в день была традиция в полдень выходить на улицу, чтобы погреть свои бока. Возле них всегда собирались детвора послушать интересные истории из жизни старшего поколения и сказки, которых пожилые люди знали очень много и с удовольствием рассказывали. Пока старики отдыхали, все остальные были заняты пассивной работой. И вечером после тяжелого дня, когда родители шли отдыхать, молодежь торопилась на посиделки. Погода уже позволяла их устраивать на улице. Девушки и парни несли разные угощения. Конфеты, яблоки, пряники, орехи и семечки. Играли в игры, пели песни, во время которых прославляли тепло и солнце. Однако до позднего часа не загуливались, так как завтра надо было опять рано вставать и помогать родителям. Если хорошая погода на Пахома, значит хорошая погода будет всю неделю. Красный восход сегодня сулит очень жаркое лето и множество пожаров. Если летает много паутинок в воздухе, лето будет жарким. Народи верили, что ласточки на гнездо под крышей приносят счастье и безопасность. Приметы на 28 мая говорят, что те, кто сегодня расстанутся, больше никогда не встретятся. Для наших предков была очень важная примета, напоминающая, что нельзя делать 28 мая в день Пахома теплого, поскольку она была связана с посевом овса и пшеницы. Так в старину верили, что сев в этот день обязательно нужно было закончить до обеда. Если же ослушаться данного совета, то семена не станут расти и весь урожай пропадет. К тому же нельзя 28 мая во второй половине дня высаживать и другие культуры, поскольку толку от этого не будет. Капустные качаны не завяжутся или их вовсе съест гусеница. Огурцы вырастут горькими и кривобокими. Кабачки превратятся в пустоцвет, а бобовые все будут червивыми. В день Пахома теплого нельзя, чтобы в доме царили грязь и беспорядок, иначе в кошельке будут только ненужные бумажки и всякий хлам вместо денег. Поэтому сегодня нужно обязательно сделать генеральную уборку. Если не получится сделать генеральную, то следует хотя бы прибраться на рабочем столе, помыть посуду и пол. Одежду нужно разложить по полкам, а вещи по своим местам. Сменить постельное белье и вынести из дома ветошь и ненужные бумажки. Нельзя 28 мая утираться не своим полотенцем, например, в гостях или в гостинице. Иначе придется решать чужие проблемы и отвечать за ошибки других. Лучше прихватить свое полотенечко или же дать телу просто обсохнуть. Нельзя в день Пахома теплого брать в руки чужие деньги. По примете, придется отдавать чужие долги. Поэтому 28 мая и не рекомендуется поставлять руку продавцу для сдачи. Желательно дождаться, когда деньги окажутся в предусмотренном для этой цели месте. Если же покупка совершается в таких условиях, что деньги приходится все-таки взять, то тут же надо на них трижды плюнуть, тем самым отогнав нечистую силу, которая и притягивает чужие долги. В этот день незамужним девушкам нельзя рассказывать подругам о своих любовных планах. Иначе их так и не получится воплотить в жизнь. Поэтому, если кто-то и пытается в день Пахома выудить такую информацию, надо осторожно направить беседу в другое, более безопасное русло. Если 28 мая тепло, по примете, и летом будет жаркая погода. Красный восход в Пахома в день будет много пожаров в летнее время года. Если в этот день висят замерзшие дубовые и березовые листики, примета, что не вызрют посеянные в этот день огурцы. Если задождилось сегодня, значит, ожидаются хорошие удои молока. Считается, что рожденные на Пахома добрые, чуткие и отзывчивые люди. У них много друзей и вообще нет врагов. День Ангела сегодня отмечают Дмитрий, Игнат и Анастасия. Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok